Час Делягина Борис Николаевич сказал накануне, что он этого не допустит категорически, этого не будет и все все гарантировали, и потом это случилось, экономика посыпалась. Причем это уже всячески старается вытеснить из общественного сознания. Как вот мы на прошлой неделе говорили, что американцы добились того, что молодые японцы думают, будто атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил Советский Союз, точно так же российские реформаторы вытесняют из общественного сознания память о дефолте. На голубом глазу есть такой замечательный человек Владимир Александрович Мау, ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, который готовит всех будущих чиновников России. Был политический советник Гайдар в 1992 году, участие в дефолте не принимал непосредственно, слава Богу, но он выступая некоторое время назад, он сказал, ну а чего вы хотите? Ведь весь экономический рост нулевых годов был подготовлен нами в 90-е годы, он осуществлялся на той же самой институциональной базе. То есть вот Гайдар с компанией и прочие чубайсы создали в 90-е годы институциональную базу, там вроде института банкротства, ваучерной приватизации, массового уничтожения экономики. По сути дела отмена института собственности, потому что массовое ограбление людей отменило институт собственности под видом якобы его создания. В Советском Союзе собственность была абсолютно легитимна и государственная, и личная, а путем тотального грабежа под видом приватизации идею собственности ликвидировали. Тем не менее, Мау говорит об институтах, и он старается, чтобы мы с вами забыли не только о том, что рост нулевых годов был основан на феерическом скачке цен на нефть. В 10 раз за 14 лет. Даже больше, извините, я оговорился, в 14 раз за 10 лет. Это такая величина роста, что она даже в голове не помещается. 1400 процентов. Да. Было 10 долларов в 98 году, а в отдельные моменты чуть больше 8 было за баррель, а на пике в конце 8 году было 149 долларов за баррель. Вот так. Такие качели. Вот. Но и старается, чтобы мы забыли о дефолте, который поставил страну на грани выживания. Ведь это действительно, я очень хорошо помню, эти, самый конец августа, ведь еще мы неделю после дефолта жили до девальвации. Еще банк России как-то, центральный банк тогда как-то пытался удержать ситуацию, раздали стабилизационные кредиты олигархическим банкам, и они немедленно пришли на валютный рынок. Я хорошо помню Немцов где-то за год до своего убийства, или меньше, мы с ним были в ток-шоу, и он на головом... Мне пришлось прервать человека, я очень не люблю это делать, но реально пришлось прервать и жестко очень прокомментировать, потому что он на головом глазу начал вспоминать, как они с товарищами, как он выразился, спасали страну после дефолта. Ну, Немцов не виноват в дефолте, его к серьезным вопросам не подпускали, в силу того, что у него мысли, легкость мысли была необычайна уже тогда. Но он на головом глазу это вспоминал, у него такая вот ложная наведенная память. И реформаторы, либералы прилагают титанические усилия для того, чтобы мы забыли, как это было. Михаил Иванович, я очень редко позволяю себе задавать вам личный вопрос, сегодня позвольте. Пожалуйста. Сколько хотите. Вы лично сами, как, собственно, 16 августа 98-го года себя повели? Вы перевели рубли в доллары? Знаете, 16 августа был воскресенье. В пятницу, в 14-м. Более того, меня как раз тогда вышибали с работы, процесс заканчивался. Дело в том, что в июле месяце у меня группа тогдашнего Первого канала, я был помощник Немцову, кстати говоря, советник по макроэкономике, они меня задали вопрос о том, что я думаю по поводу ситуации. И я полностью подражаю, ну меня что-то торкнуло, я полностью подражаю Борису Николаевичу Ельцину с мимикой, с жестикуляцией, с интонацией, даже с движением губ. Я очень подробно и популярно объяснил, что люди, которые считают, что у нас кризис краткосрочный, а не среднесрочный, это люди абсолютно безответственные, либо абсолютно безграмотные, либо, скорее всего, и то и другое вместе. И люди, которые думают, что кредит МВФ решит наши проблемы, а не отсрочит их незначительное время, то же самое. Говорил я на том самом месте, куда эта развеселая группа из программы «Время» за день до меня накануне поставила Чубайса. И задала ему те же самые вопросы. Он только-только привез обещание 15 миллиардов из МВФ и ответил на мои вопросы строго противоположные. Ну, Чубайс отнесся к этому, как я понимаю, философски или вообще никак не отнесся. А вот секретряд тогдашнего премьера Киренков встал на уши. И меня за это дело начали увольнять. На самом деле, это правда, это было нарушение дисциплины. Я выступил против курса правительства, так что увольняли меня правильно. Но придраться формально было не к чему, потому что там были мягкие правила общения с прессой. Поэтому меня уволили при структуризации. Немцов, надо отдать ему должное, предлагал мне устроить куда-нибудь в аппарате правительства на должность низшую, но с гарантиями. Ну, просто было мне неинтересно, на самом деле. Вот, но он хорошечко, он правильный в этом отношении был, очень человек. Вот, защитить меня было нельзя, я все понимал, правила игры понимал, поэтому я просто максимум выиграл времени. И меня уволили в пятницу. Я заполнил обходной лист в пятницу. Накануне дефолта. А поэтому, когда там некоторые люди пишут, что меня уволили за день до дефолта, в общем, это было правдно. За антиправительственную пропаганду. По неофициальной формулировке. Но это действительно была святая правда, это действительно была антиправительственная пропаганда. Но вы понимали, что происходит? Вы успели свою рублевую, там, я не знаю, наличность или без наличности перевести в валюту? Вы знаете, я понимал, что происходит. У меня было очень немного рублевой личности. И я ее всю перевел в валюту, знаете, как только у меня появились деньги. Вот я заработал первый раз деньги, которые позволяли что-то отложить в марте 92-го года. Была серьезная консультационная работа для Рудского. Мы ее делали. Большой доклад. Я писал. Я был основной редактор. И придумал я эту идею. Михаил Иванович, давайте о том, чем закончилась эта работа, мы поговорим. В общем, все рубли я переложил валюту сразу. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич. Я репортер. У меня очень важная работа. Я рассказываю хорошим людям истории про хороших людей. Мы все хотим менять мир к лучшему. Но не все понимаем, что начать можно с себя. И прямо сейчас. Я хочу познакомить вас с теми, кто однажды проснулся и решил начать жить по-другому. Программа «Шоссе энтузиастов». О людях, которые не побоялись изменить свою жизнь. Слушайте в пятницу в 21.00 по московскому времени. Час Делякина. На радио «Комсомольская правда». Послушайте радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем разговор. Доктор экономических наук Михаил Геннадьевич Делягин в нашей студии. Итак, из 98-го года мы... Да, с докладом Берусского было очень смешно, потому что я пришел за деньгами, наверное, последним. Я был представителем большого творческого коллектива. И меня встретили в бухгалтерии. И приличная сумма была 32 тысячи рублей, по-моему. Была выплачена рублевыми купюрами. Помните вот эти вот желтенькие советские рублевые бумажки? Мятые, промасленные. Вот, представьте себе, 32 тысячи таких рублей в пачках. Это сколько килограммов? Я не помню уже, но это было много. Это было 320 пачек по 100 рублей. Пром так. И вот это все было выложено в журнальном столике. И меня спросили, ну, так, пересчитывать будете? Я просто сказал, знаете, я вам доверяю полностью. Был большой, огромный пакет, который я вез в метро. И времена были уже довольно криминальные. Я понимал, что опасно. Пакет был непрозрачный. Я стал думать, что делать. Я там у людей был в организации буфет. Я купил там ржавые селедки, завернул ее в бумажку. Положил сверху. И, в общем, был вид, что, так сказать, едет какой-то вообще алкоголик непотребного вида. Взлохмаченный, непонятно как одетый. Потому что все были бедные. С одеждой была беда. И вот везет в огромную сумку, с которой торчат селедочные хвосты. Эта селедка протекла. И мне выдали, естественно, те. Моя часть денег была мне выдана. Именно та, на которую протекла эта селедка. Ну, тогда я ее потратил на, так сказать, на потребление. Уж не помню на что. Но как только появились деньги, которые были сбережениями, только валюта сразу. Так что у меня не было этой проблемы. Другое дело, что когда я потом попал к Маслюкову, и мне, значит, наша либеральная тусовочка стала задавать вопросы. А сколько вы заплатили, чтобы попасть на эту работу? Ну, это нужно было быть полным невменяемым человеком, чтобы задавать такие вопросы в отношении абсолютно честных людей, типа Маслюкова. Но я очень четко отвечал. Знаете, я заплатил полторы тысячи долларов. Потому что у меня было удостоверение личности. Что я советник первого вице-премьера. И я это удостоверение личности решил не отдавать. Он отдавал тогда не просто бесплатный проезд на метро, он отдавал еще проход во все органы государственной власти. Это сейчас с таким удостоверением личности никуда не сунешься. А тогда можно было и в Госдуму уходить, и в Кремль, и куда угодно. И я, так сказать, меня отовсюду уволи, я бумажку корочки не отдал. Соответственно, я, не отдав корочки, не мог получить выходное пособие. Разница в пособии, это было приличное пособие, потому что у меня там накопилось за много неотгульных отпусков, там материальная помощь, очень много всего. Еще и премия квартальная была, которую с меня не списали, как потом выяснилось. Все-таки очень было культурно, у нас был очень отдел кадров, надо отдать людям должное. В результате, когда я потом пришел к Маслюкову, и получил такие эти суммы, которые мне причитались, я уже мог отдать корочки, у меня были новые. Разница за счет трехкратной к тому моменту девальвации рубля составляла полторы тысячи долларов. Но благодаря этому я был в зале Думы, когда они голосовали за утверждение Примакова премьера. Это одно из самых сильных чувств в моей жизни, и я очень рад, что я успел про это рассказать Евгению Максимовичу, потому что, судя по его реакции, хотя он был очень сдержанный человек, ему никто это не рассказывал. А вот зал, катастрофа, страна валится. Потому что я тогда читал, ну я сохранял источники информации, а каждый день получал справочку про сокращение объема грузоперевозок. И вот огромная экономическая махина страны, она останавливалась. Это было страшно, потому что мы двигались к катастрофе, мы двигались к коллапсу. И депутаты собрались, они были, они только что дважды прокатили Черномырдина, потому что Черномырдина двигал Березовский, и, в общем, всем стало ясно, что это будет власть Березовского, он защистит всех. И третьим, отчаявшаяся Таня с Валей, Таня, это Татьяна Дьяченко, их просто так все звали, дочка Ельцина и его советница, и Валентин Юмашев, который был его начальником администрации, они очень многим крутили, сами были марионетками у Березовского, на мой взгляд, и они, отчаявшись, им подбросили идею Римакова. А кто подбросил? Надо вспомнить по мемуарам, это не было, Явлинский сто процентов, Явлинскому поручили выдвинуть ее на Государственную Думу, и он эту, так сказать, постановочную операцию, он исполнит с артистическим блеском, все-таки вот бывшие боксеры, они артистизм сохраняют, нужно это отдать должное. И Явлинский был красавец, когда он там выступал, и вот зал Государственной Думы напоминал сбившихся овец. Витала атмосфера безысходности, то есть люди понимали, что они не справляются, они понимали, что страна летит в пропасть, и они вместе с ней, и им некуда соскочить. Вот это была атмосфера безысходности, вот как мокрые овцы они там все были. Выходит, Явлинский, Итого, Примаков. И я был в момент голосования. Выходит человек, но я Примакова не знал тогда, но я читал его доклад 1993 года из службы внешней разведки о том, как Запад ведет экономическую войну против России, она очень сильно меня изменила, я понял, что никакой добросовестности нет со стороны Запада. Но у меня были еще иллюзии сильные тогда в отношении Запада в 1994, когда я читал доклад. Вот, вышел человек пожилой, не очень хорошо выглядящий, совершенно не киноактер, и совершенно без всякого пафоса, без эмоций, без энергии. Сказал, ну, знаете, ну да, мы постараемся сделать, ситуация сложная, будем работать, ничего я вам не обещаю, кроме работы, тяжелого труда. И я вспомнил, что это перефраз фразы Рузвельта, что не надо бояться, перефраз разрушил, что я вам ничего не обещаю, кроме пота, тяжелой работы, и единственное, что нужно бояться, это страх. Это был перефраз, но он был настолько буднично, по-давому сказан, что, по-моему, многие даже не поняли, что это оттуда. Фраза Рузвельта, которую он начал свое президентство и остановил великую депрессию, по сути дела. Остановил ее на Растане. Вот. И депутаты проголосовали, по-моему, сюда руки поднимали, на них кнопки нажимали, и изменилась атмосфера. То есть все. Они все поняли, что проблем больше нет. Проблема решена. То есть будет очень тяжело, очень муторно, страшно тоже будет, и противно будет. Но мы выжим, катастрофы не будет, свет, вода, газ, тепло будет, уличных боев не будет, все будет нормально. Можно заняться своими делами, вот этот человек справится. Понимаете, я не знал, кто такой прямоков в то время. У меня было довольно поверхностное представление. Я понял, что это что-то очень серьезное по реакции зала. Вот изменилась атмосфера. Вы вошли в зал, где сидели сгрудившиеся мокрые овцы, а вы вышли из зала, где сидели довольные, спокойные, уверенные в себе люди, которые сейчас займутся привычными делами, потому что все будет в порядке. Вот это произошло по щелчку. Вот они подняли руки, и мы оказались в другой стране. Не Ельцин сказал, нет, они могли проголосовать против. Они могли упереться и пойти на разгоны на дальнейшую катастрофу. Они могли, это была Государственная Дума тогда, они вполне могли сказать, нет, нет, ну в кулуарах, нет, Примаков не годится, мы хотим там, условно, Брыбкин, Селезьем, кого-то еще. Вот. Но вот это изменение атмосферы одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Я понял, зачем существуют политики, которые не проститутки и не воры. Они могут переломить ситуацию просто фактом своего существования. Евгений Максимович Примаков, царствие ему небесное, он в экономике-то не разбирался ничего, он не держал удар в информационных войнах вообще. Как только, так сказать, на него направили информационный удар, Маслюков держал удар шесть или семь месяцев, совершенно спокойно, с сентября по апрель. Михаил Иванович, позвольте наивный вопрос в конце этой части эфира. А почему человек, который не мог держать информационный удар, как вы сами сказали, не разбирался в экономике, не стал, не подпал под влияние того же Березовского? Простите меня за наивность. Потому что он был честный человек. И ведь как Березовский работал? Он приходил, он говорил, ой, вы знаете, я очень голодный, я сегодня ничего не ел, можно у вас бутербродик? И пока его, значит, давали чай с бутербродик, он под этот бутербродик успевал объяснить, что вот я делаю такую комбинацию, нужно украсть, грубо говоря, кусок страны, и за это вам такие-то будут личные интересы. Но человек, который не хотел воровать, перед ним Березовский был бессиган абсолютно. Березовскому нечего было предложить человеку, который не хотел воровать. Просто нечего. Вот, понимаете, если поставить такого бежигала, там, Альфонса, не знаю, или Мондоу какого-нибудь, с девушкой нетрадиционной ориентации, он не сможет ее соблазнить. Ему и предложить нечего, потому что у него просто другие интересы в этой жизни. Блестящая аналогия, Михаил Григорьевич. Вот точно так же у Березовского с Герасченко, с Примаковым, с Маслюком, с другими людьми. Нечего предложить. У людей другие интересы. А у нас есть один конкретный интерес, услышать продолжение этих воспоминаний, выслушать радио «Комсомольская правда». Говорим сегодня об очередной годовщине дефолта в Российской Федерации. Специальный проект радио «Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Послушайте радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, доктор экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Сейчас приступим к одной из самых интересных частей этой истории. Сейчас, конечно, для нас это история. Тогда для нас же это была в действительности достаточно суровая. Михаил Дмитриевич, я попрошу вас ответить на вопрос, который, собственно, чуть больше 40 дней назад мы все активно себе задавали в числе других вопросов о Евгении Максимовиче Примакове, который ушел из жизни. Начало выхода страны из кризиса 98-го года произошло благодаря действиям Примакова или, как считают некоторые, благодаря бездействию Примакова рынок, так сказать, исцелился сам, экономика справилась сама. Ну, это стандартная либеральная пропаганда, основанная на том, что действительно Примаков и Масляков, и Парамонова, и Герасченко, и Задорнов, не имея ни копейки денег, они проводили очень жесткую политику. И 99-й год это было восстановление экономики на костях людей, потому что в 99-м году реальные доходы населения упали на 10%. Но, тем не менее, правительство сделало очень много правительства Примакова. Во-первых, были отменены чудовищно решением Кириенко. Ну, например, Кириенко был настолько экономически безграмотен, юридически безграмотен, и его юрист, который у него работал, был безграмотен, а аппарат правительства не просто отстранили от работы, потому что аппарат правительства не позволял безграмотным вещам осуществляться, они ввели повышенную ставку отчислений в пенсионный фонд. Тогда с фонда зарплат труда отчислялся 1%, они по постановлению правительства утвердили 3%. То есть любой бухгалтер страны оказывался в шизофреническом состоянии, потому что если он по постановлению правительства отчислял 3%, то он нарушал закон, а если он выполнял закон, то он нарушал постановление правительства, в любом случае он что-то нарушал. Это было безумие в каждой точке. Дальше Примаков отменил ускоренную процедуру банкротства, за которую, если мне память не изменяет, в 97-м последующие годы очень сильно ратовал Алексашенко. Хотя формально не имел к этому отношения, как первый зампред Банка России, но он это двигал. А ускоренное банкротство это предельное облегчение рейдерства. Вот мне понравился ваш завод. Я отправляю вам письмом с уведомлением о вручении чистой белой лист бумаги, а потом я заберу ваш завод. Законными процедурами. Формально это было для упрощения ликвидации недееспособных предприятий, но в реальности это было стимулирование рейдерства, потому что недееспособным предприятиям взамен недееспособным взяться было негде. Были введены скидки для перевозки железнодорожным транспортом социально значимой грузы, между прочим, уголь, зерно, некоторые стройматериалы, некоторые металлы, что просто резко активизировало хозяйственный оборот. И много-много-много подобных конкретных действий. Ну, например, МВФ получили разрешение на прямое кредитование Центральным банком инвестиционных проектов. В общем, бред, и это противоречит, это как, если вы какой-нибудь исламский фундаменталист, разрешил православному священнику проводить службы в мечети, вот, примерно, или наоборот. Вот, это примерно так выглядело. Но мы это разрешение получили. Спасибо Задорнову, спасибо Парамоновой, Маслякову, Яращенко. В первую очередь Задорнову и Парамонову. Пока этого разрешения не было, прямо осенью этот механизм ввели при помощи очень сложной системы переучета векселей. Причем, я прекрасно помню, пришла миссия МВФ к БОСу, который там был, руководитель Министерства Налогов и Сбор и сказал, что у вас за переучет такой векселей, такая странная система. БОС чудесно умел изображать из себя простого, ничего не понимающего, так сказать, чуть не дурачка. Он говорил, ну как, это учет векселей, это когда мы проверяем, сколько у нас векселей есть, посчитали, раз, два, три, четыре, а потом мы сбились со счета и начинаем считать их заново. Это уже переучет, потому что второй раз их учитываем. Я не утвержу, так и было. На самом деле, это процедура, когда Банк России финансирует проект о развитии, причем достаточно сложно. Я предприятие, которому нужно построить новый цех. Говорю, вы знаете, у меня будет новый цех, и через два года он будет давать продукцию, и у меня появятся деньги. Я выпускаю свои векселя, вы у меня сейчас покупаете векселя, даете мне деньги, чтобы я построил этот цех. По сути дела, кредитование. Но Банк, который покупает у меня эти векселя, называется учет векселей. У него нет денег. Потому что кризис. Плюс никто в условиях падающей экономики, в условиях спекуляций, четырехкратная девальвация рубля не может на два года вложить рубли. Этот банк идет в Банк России, говорит, вот у меня тут векселя есть. Переучтите мне их, выдайте мне под них кредит. То есть, Банк России кредитовал, по сути дела, производство, но это называлось переучет векселей. Просто об этом не кричали на всех углах, потому что противоречив логике МВФ, мы бы никогда не смогли с ними договориться, если бы это было. Первое, что запустили, на самом деле, самое первое, прямо в начале октября, это было подобного рода кредитование экспортных проектов ВПК. Либералы их гнобили, наши ВПК. А тогда экспортеры не хотели предоставлять, платить авансом, и нужно было вбросить деньги, просто чтобы начать производство. Они потом бы вернулись, потому что были договоренности об экспортных контрактах, но чтобы окончательно их заключить, или чтобы их выполнить, нужно было получить деньги от государства, в бюджете ноль. Что делать? Банк России осуществил кредитование через переучет векселей. Так что таких схем было много, и люди, которые говорят, что Примаков, правительство Примакова бездействовало, это либо сознательные лжецы и пропагандисты, либо люди, которые просто неграмотно не знают, о чем идет речь. Еще один вопрос, Михаил Игнатьевич. Примаков, как вы сами сказали, собственно, многие говорят об этом же самом, мало разбирался в экономике, особенно вот в таких тонкостях. Каким образом ему удалось собрать команду? Как он уже на слово верил тем, кто ему говорил нужно делать то и то? Во-первых, он разбирался в людях. Я работал в госаппарате 13 лет с перерывами с 90-го по 2003-й год. Одно из важных вещей, которые я понял, заключалось в том, что в госаппарате не нужны гении. В госаппарате достаточно двух вещей. Ответственность я организовал. Все остальное, если вам нужен специалист, вы его вызовете, вы его найдете, он вам скажет и за счет ответственности и организованности вы сможете отличить специалиста от спекулянта, от того, кто говорит правду, от того, кто вам врет. Вот Примаков разбирался в людях. Я очень много раз рассказывал эту историю, она мне очень сильно вызвала очень сильное впечатление. К нему пришли три руководителя наших естественных монополий с формулировкой вы знаете, тут рубль девальвируется, надо бы нам в полтора раза повысить тариф. А то, вы знаете, поезда остановятся, газа не будет, свет вырубится. Примаков не понимал, что это спекуляция. Но он сказал, знаете, нормально, хорошая идея, но вы понимаете, ведь мы не уверены, что ровно в полтора раза нужно повысить. Может быть, вот все ужасные вещи, о которых вы говорите, произойдут, если не повысить на 55%, может быть, на 60%. Давайте мы возьмем месяц паузы, он ничего не решает, посмотрим на структуру ваших цен, проанализируем, как эта структура цен меняется из-за того, что мы сейчас делаем. Вы же не знаете про наши правительственные планы, а мы-то их знаем. Мы не можем вам рассказать, что вы сами посчитали, потому что это как бы правительственный секрет. Это нельзя, так сказать, пускать в обращение, доверять специалистам, сторонним, но вы нам покажете структуру цен, мы ее посмотрим, и мы посмотрим, как это все будет влиять. Может быть, вы просто не знаете, что вам нужно не на 50% повысить, а на 55%. А повышать потом второй раз будет уже невозможно, потому что дискредитация государства. Давайте, так сделаем. Люди оцепенели, вышли в приемную, молча посмотрели друг на друга, они не разговаривали в приемной, молча смотрели друг на друга несколько минут. Мы развернулись, зашли обратно и сказали, Евгений Максимович, мы патриоты России. Мы внимательно изучили наши возможности, посоветовались, договорились между собой и не нужно вообще повышать цены. Только не занимайтесь аудитом нашей компании. Понимаете, они не советовались друг с другом, они просто поняли, что сейчас будет. и цены не росли до 2002 года. На тарифы и услуги, естественно, не на товар. Вот вам, пожалуйста, человек, не понимающий в экономике, ну, мало что понимающий, но при этом имеющий здравый смысл, имеющий жизненный опыт, понимающий людей и понимающий, как в принципе все это устроено. Вот. Так что, а как он подбирал команду, очень просто. Ему помогала катастрофа на самом деле. Один из выдающихся жуликов нашей эпохи, который натворил таких дел, что, ну, романы об этом можно писать. В те дни, в начале октября, ко мне подошел, когда меня только назначили, мы были знакомы, довольно неплохо, и он говорит, слушайте, вы скажите, что нужно, и мы это сделаем. Мы в лепешку разобьемся, но мы это сделаем, и просто скажите, что такое правильно, дайте нам ориентиры, что хорошо, что плохо. Нам не важно, какие они. Я говорю, почему не важно? Уже есть взгляды. Это наши взгляды довели дело до дефолта. Они не работают. Значит, вы должны быть какие-то другие. Я не знаю, какие другие должны быть. Скажите, что правда. А что Михаил Геннадьевич Делягин ответил на этот вопрос, он расскажет через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей. Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе на радио «Комсомольская правда». Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Воспоминания о 98-м годе доктора экономических наук Михаил Делягин в нашей студии. Итак, Михаил Геннадьевич... Да, а я человек совсем циничный. Я спрашиваю, простите, а вам-то не все ли равно? У вас все хорошо. Говорит, ну здесь же будет катастрофа. Я говорю, ну и что? Что, не переживали катастрофу? Здесь не что, не будет катастрофа, что нас сажать будут, таких как я. Здесь будет катастрофа, что воды не будет, света не будет, тепла не будет. А я не заберу с собой в эмиграцию всех, кто мне дорог. У меня здесь так или иначе люди останутся. Их очень жалко. Вот была такая потребность даже у людей, которые за месяц до этого, за два месяца до этого своими руками доводили страну до катастроф. А у меня с ним была беседа накануне. Дефолт, ну так, в июле месяц. Я говорю, слушайте, я написал бумажку, что нужно закрывать рынок ГКО. Вы скажете, кто это? Нет, я скажу. Ну, человек уже умер. На самом деле, как человек, он был хороший. Знаете, я сейчас пишу серию, причем один из либералов ко мне подошел и говорит, слушай, ты нас не любишь, напиши про нас. Я говорю, не понял. Напиши про нас, напиши наши короткие биографии. Ты же всех нас знаешь, почти всех. Пусть кто-нибудь напишет о нас правду. Как мы просто хотели жить получше, и что из этого вышло. Я сейчас пишу, уже там десяток статей написал, я пишу и плачу. Я просто пишу факты биографии, и из них врисовывается, как люди, которые просто хотели сделать карьерку, просто хотели немножко денег, просто хотели выбиться из нищеты, просто хотели отомстить за унижение, превратились в могильщиков страны, ничего плохого не желая. И незаметно для себя начали лгать, воровать, начали, загнали себя в ситуацию, когда уже не лгать нельзя, когда уже нельзя сказать, да, мы украли весь бюджет, поэтому страна рухнула, но чудом удержалась. Понимаете, вот такие вещи. У некоторых из них есть такая рефлексия. Вот. И возвращаясь к этому товарищу, в июле, на самом деле, там было много людей, которые писали, что это все приведет к катастрофе. Глазьев в апреле или даже в марте 1998 года выпустил доклад, как Центральный банк воюет с промышленностью России. Центральный банк против промышленности России, какое-то такое было название. А я в октябре или в ноябре, в октябре я написал доклад, и в нем, среди прочих, просто макроэкономический обзор, написал, что, значит, мы войдем в зону валютного риска, начиная осенью, вообще говоря, мы войдем в зону валютных рисков, неприемлемых валютных рисков, середины августа. Когда 17 августа случилось, то люди в бизнесе, которые думали, что я все знал заранее, просто не попал пальцем в небо, а вот все просчитал, у меня были довольно серьезные проблемы, потому что нужно было доказывать, что я не верблюд, и что люди обанкротились не потому, что я все знал, а не по моей вине. Ну, просто просто откуда ты знал об этом? И вот, видите, такие расчеты, такой анализ, так-то, так-то, так-то. Я понял, что если бы я не смог найти аргументированные ответы, то у меня были бы реально проблемы, потому что мне бы отомстили за то, что случилось. Меня бы сочли виновным в этом тоже. И не имеющим при этом политической крыши. Ну вот, и в июле месяце, то есть это не было никаким провидением, это уже витало в воздухе, это уже все понимали, я бегал с бумажкой аналитической, где был написан, что, ребята, нужно немедленно закрывать рынок ГКО, потому что, иначе будет катастрофа. И этот же самый человек на меня смотрит, говорит, слушай, ну ты понимаешь, это все правда, и на самом деле это все, так сказать, еще хуже, чем ты здесь пишешь, но ты же понимаешь, что мы не можем заморозить ГКО. Когда он так сказал, я понял, что я людоеду проповедую прелести вегетарианства, потому что это поток, это каток, и каждый день воровства и грабежа страны приносят людям состояние. Если кто-то просто выскочит из этого дела, как физлицо, вместо него встанут десяток других. Это место у кормушки. А если он попытается остановить, то его убьют, в лучшем случае уволят, потому что он мешает воровать всем остальным. Он стоит врагом своего класса. Это одно из самых страшных ощущений, которые я пережил. У меня было много иллюзий до того времени, хотя я и не любил либералов уже, и не был уже к тому времени либералом, но у меня была мысль о том, что можно остановить систему изнутри системы. И я увидел, что... Не то, что я понял, я увидел, что остановить нельзя. Человек, который все понимает, он должен или бежать в стаи леммингов, или выйти из нее. Он может выйти, но тогда он перестанет зарабатывать деньги каждую минуту, каждый день. И вот этот же самый человек через пару месяцев приходит сам и говорит, ты скажи, что правда, а что нет. Что хорошо, а что плохо в вашей системе. Наша система не работает. Она довела страну до катастрофы. Это была идеологическая катастрофа, дефолт. Идеологическая, в первую очередь, либерализм, показал, разжевал всем тупым, что он может привести только к катастрофе. Вот. И очень много людей пришло из той либеральной... Потом они вернулись обратно, им воровать с Примаковым невозможно, они остались в струе. Но в той ситуации они работали очень верно и очень честно и очень преданно, потому что они поняли, что стру нужно спасать, а иначе катастрофа. Ну и, наконец, очень много было профессиональных людей в либеральном клане, которые, ну, себя воровством не запятнали, на самом деле. Которые просто были эффективными специалистами. Ну, Татьяна Владимировна Парамонова, например, первый зампред руководителя Банка России. А Михаил Михайлович Задорнов, хотя и министр финансов, он остался у Примакова, министр финансов, никто его не трогал. Потому что, хотя он был среди тех семи человек, которые принимали решение о дефолте, что-то называют только шесть фамилий, почему-то. Очень смешно. Но все понимали, что никакого реального голоса у него там не было. Что он был формальной фигурой и властных полномочий не имел, а значит, он ни в чем не виноват. По крайней мере, юридически. И в инсайдерской торговле он не был замечен, скажем, как многие-многие другие, тот же самый Алексашенко. По крайней мере, обвинение в адрес его не выдвигалось. И Задорнов, хотя тогда, надо дать должное, инсайдерская торговля силами либералов не считалось преступлением. И Задорнов с Парамоновой сыграли ключевую роль в достижении соглашения с Международным валютным фондом. С другой стороны, Примаков был отправлен в отставку именно потому, что он достиг соглашения с ВВФ. Он опирался на абсолютную поддержку народа. И пока был конфликт с Западом, Ельцин, как президент, был нужен. Он понимал свою нужность. Потому что правительство всегда было или в конфликте с народом при поддержке Запада, или, как Примаков на раннем этапе, при поддержке народа в конфликте с Западом. И президент был нужен как фигура, которая урегулирует конфликт, балансирует ситуацию. Но если правительство пользуется поддержкой и народа, и Запада, зачем нужен президент. У Бориса Николаевича чутье власти было абсолютное. И именно в результате того, что мы достигли соглашения с ВВФ, именно благодаря этому его и уволили. Практически немедленно. Мы вернулись. Делегация правительства Российской Федерации вернулась из Вашингтона типа 30 апреля. Вот последний день буквально перед майскими каникулами. А в первые дни после майских каникулов 12 мая был отправлен в отставку. С формулировкой? Просто отправлен в отставку. Все, пора менять. Можно сделать свое дело. Экономика стабилизирована. Можно уходить. Как случилось так, что вот эта, скажем, стабилизация продолжилась и после Примакова? Или не продолжилась? Продолжилась. Продолжилась, потому что уже в середине года начали расти цены на нефть. Уже летом. На первом этапе это привело к бензиновому кризису, когда вслед за мировыми ценами на нефть подскочили цены на бензину в три страны, потому что ведь наши нефтяники привыкли деньги получать в валюте, и были очень большие проблемы, и их разруливал, решал Николай Емельянович Аксененко, очень недооцененный человек, вот один из лучших менеджеров той эпохи. И на самом деле во всей истории нашей страны Николай Емельянович Аксененко был один из лучших менеджеров по эффективности как исполнитель на высшем уровне, который мог заставить кого угодно делать что угодно, абсолютно. Но самое главное, что экономика была стабилизирована, дальше она уже восстанавливалась, ведь что такое девальвация? Это как удар током. Если пациент не обуглился, то дальше он некоторое время бегает очень бодренненько. Вот заслуга Примакова, Гераченко, Маслякова в первую очередь заключалась в том, что пациент не обуглился. Экономика выжила после шока девальвации, а дальше все уже пошло импортозамещение стихийное, потому что в стране тогда еще, в отличие от нынешнего времени, было огромное количество простаивающих мощностей, было огромное количество специалистов, которым некуда было притхнуться, и с охотой пошли восстанавливать на работу. Коммуникации, электричество, вода, газ, все это стоило копейки, потому что им не дали задрать тарифы, не дали ограничить подключение, был рынок сбытом, все нормально. Экономика задышала. Михаил Геннадьевич, у нас минуты до конца эфира, вы рассказали о том, что вам подсказал чутье, практически за год, до дефолта, вы рассказали свои статьи осенние 1997 года, сегодня вам что чутье подсказывает? Годик проживем, до следующего осени мы доживем, до следующего августа мы доживем, а там как получится, как ситуация лежит? Потому что, к сожалению, либералы, как и тогда, ведут нас не к дефолту, это правда, но они ведут нас к социально-экономической катастрофе, к политической катастрофе, которую, если дать им волю, будет хуже дефолту. Реально хуже, потому что тогда Запад не хотел уничтожить Россию, сейчас ветер поменялся, и он хочет. И когда тогда бюджет украли весь либералы и олигархи, но сейчас его весь не украдут, но щиплют его так, что я думаю, что в долларом выражении сейчас воруют значительно больше, чем тогда. Доктор экономических наук Михаил Делягин был в нашей студии. Михаил Иванович, спасибо вам большое, до встречи через неделю. Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику. И какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени.